Всем привет! Это новости Турции. Если вы ранее не встречались в подобном видео, немножко объясню. Я живу в Турции, в Стамбуле, перевожу на русский язык наши новости, что здесь в стране происходит. Всегда делаю упор на реакцию самих людей, граждан Турции и турок, подбираю новости, те, которые могли бы быть интересны иностранцам, людям, которые интересуются этой страной. То есть новости я беру из телевидения, Твиттера, Фейсбука, социальных сетей, естественно. В общем, на самом деле, что здесь происходит, как себя ведут люди, как они на что-то реагируют. В общем, наша ежедневная повестка здесь, в Турции. Я не претендую на звание «Истина в последней станции», я не журналист профессиональными СМИ, это мой частный блог. Я думаю, что для вновь приезжих в Турцию, кто приезжает сюда на долгий период времени, ну и кто, в принципе, бывает здесь в курортное время, не очень долго, для вас не новость, проблема с таксистами. Об этом у меня на канале скоро выйдет отдельное видео. В Анталии запустили проект, который называется «Городская школа». Это курсы иностранного языка для таксистов. Обучение они проходят прямо на своих местах, вот эти пункты для ожидания заказа своих, да, для туристов. В этих точках к ним приходят преподаватели, они занимаются. Для начала это английский язык. Если все пойдет успешно, будут какие-то результаты, то подключат арабский следующий язык и русский еще язык будет. В принципе, логично, интересно, очень интересно посмотреть результат, который получится. Новость, откуда я эту новость брала, это Энсон Хабер. Там, в принципе, было показано, что да, люди интересуются, что даже очень взрослые дедушки такие таксисты, они тоже, это абсолютно бесплатные курсы, они подключаются, интересуются, обучаются. В общем, короче, все, типа, заинтересованы. Ну, как говорится, во благо, надеюсь, это будет хорошая идея. Она выгорит во что-то перспективное, действительно. Меньше будет конфликтов, неприятностей, но об этом мы поговорим в отдельном видео, потому что, знаете, наболело. С 1 января для всех иностранных туристов в Турции будут взимать налог в районе 2%. Я думаю, что это 2% от стоимости тура, либо там, аренды жилья. Будут снимать 2% за оплату отеля, хостела, любого места, где вы будете проживать как турист. Если вы приехали сюда без вид на жительство, просто турист, приехали по туру на одну неделю, на две недели, задержались на две недели, например, на 60 дней ваших визовых, если вы арендуете какое-либо жилье, вот там, помню, отель, квартира, неважно что, 2% государству будет добро платить, да, это официально какое-то жилье, да, не у кого-то вы из друзей живете, а официально там в отеле, например, или в хостеле. Этот налог на самом деле хотели ввести очень давно, еще до пандемии в 2019 году, все откладывали, когда началась пандемия, были проблемы с туристами, вообще все закрыто было, и в принципе был маленький турпоток, и отпугивать людей налогом тоже не стали. Так как сейчас огромное перенаселение в стране, очень много туристов, которые задержались и остались, решили ввести все-таки этот налог, то есть это не к тому, что быстро турки сориентировались, и быстрее надо с нас каких-то денег, как с иностранцев, взять, нет, это старая история, это уже очень давно обсуждалось, тема была поднята, и 2% это очень маленькая сумма, на самом деле это будет вообще по кошельку незаметно. Как будет взиматься этот налог? Если вы покупаете турпакет какой-то с отелем, например, и путешествия, то это уже будет включено в ваш тур, как просто очередная такса. Если вы самостоятельно, назовем так, дикий турист, едете самостоятельно, то на кассе, скажем так, где вы оплачиваете ваше проживание в отеле, например, вы там будете за это платить, эту таксу, или просто на там, не знаю, букинг или какой-то веб-сайт, где вы будете бронировать оплату, в общем, на месте оплаты вашего жилья, то там вы оплачиваете 2%. Туда не входят вот в эти 2%. Например, студенты, у кого туристическая студентская виза, то есть человек, который без права работы, он студент здесь в стране. Например, если человек живет в кампусе, да, или в какой-то гостинице при университете и так далее, с этих людей взыматься никакой его налога не будет. Также очень интересно, не будут взыматься налоги с иностранных, считается, туристов, дипломатов, сотрудников различных дипмиссий, консульств и так далее. С них налог не будет. Наверное, самые у нас неимущие, конечно, категории населения в обществе, вообще, в принципе, в мире. Ну вот, такое у нас заход. Куда идут деньги с этих налогов? Конечно, в госказну и в Министерство по туризму они распределяют. В общем, короче, с этим все в порядке. Эти деньги как не своруют, скажем так, да? Они всегда идут в какое-то улучшение. Вот, например, предыдущая новость о том, что курсы для таксистов иностранного языка не оплачены из наших налогов, которые мы здесь в стране платим. Поэтому... Еще, кстати, старая новость, но все равно не могу не отметить. Мимо пройти в Анталии было наводнение. У нас просто были очень обильные осадки. Я за два дня выпала просто в два раза больше нормы за месяц осадков. И просто так как еще местность гористая, не очень ровная, не только в самой конкретно Анталии, а вообще вокруг, да, в местности, в окружении, в общем, были большие потоки воды, ну, условно, по колено, по пояс. Те, кто были в низине, или транспорт, или магазины какие-то, были затоплены. И так как... Не то что леневки не справлялись, просто был огромный поток воды, который смывался на своем пути, такой конкретный, хороший такой дождик прошел. И вот эти последствия, наводнения, назовем так, обильных осадков, они разгребались в следующую неделю-полторы. До сих пор в новостях еще бывает сюжет о вот этих последствиях, подсчитывается имущество, страховка, что люди потеряли. И теперь к вопросам политическим, что здесь у нас неспокойно происходит, да. В прошлых новостях я вам говорила, что... Я вообще, в принципе, вам говорила, что будет очень жарко, интересно, и кто здесь в стране живет, вы, например, по виду на жительство даже и так далее, будете это все наблюдать. У нас грядут выборы в конце июня месяца, и оппозиционная партия, они объединились, оппозиционеры все, и пришло время выдвигать кандидата. Главный кандидат вообще, главный конкурент ведущего сейчас президента, это Экрем Имаулу, это он в данный момент, это ведущий мэр Стамбул. Его, в принципе, на этот пост в 2019 году с трудом выбирали. Были проблемы, скандалы, потому что очень сильный конкурент. Он молодой, он демократичный, он сильный, он конкретно улучшает. Это очень сильный и перспективный представитель вообще в политике, за ним люди идут, они ему верят, и он такой довольно-таки незапятнанный, если так можно сказать, честный, демократичный, открытый. На самом деле идеальная кандидатура для оппозиции. Его уже даже на выборы он очень сильный, и его, в принципе, на пост мэра Стамбула, тогда уже с проблемой перевыбора у нас в 2019 году, это уже скандальчик и так далее. Ну, в общем, уже давно, это я уже рассказывала, за ним такой шлейф идет, пытались ему, возбудили уголовное дело, преследование за оскорбление избирательной комиссии, когда в 2019 году заморочка вся была по поводу переизбирания, потому что идиоты в избирательной комиссии, слово идиот, он, короче, по сути назвал, да, глупцы и так далее. Ну, в общем, идиот, глупец, вот такого рода слово. Типа это оскорбление прям конкретное, все избирательные, всего цика. За это зацепились, это вообще был старый твит какой-то, его вытащили буквально год назад, возбудили по жалобе, как мы любим, возбудили процесс, и вот был суд на днях. И его осудили, и ему приговорили к двум годам, семи месяцам и пятнадцати суткам тюрьмы. Арест. Это жесть вообще. Ну, конечно же, главный пунктик в этом приговоре такой, что за этим вообще следила вся страна. Главный пунктик то, что он отодвигается от выборов, не имеет права избираться, быть кандидатом, и вообще лишается пост, вообще не может участвовать в политической игре, в политической профессии, потому что у него будет судимость. Вот так. В общем, это сразу же просто вычеркивает его, это самый главный конкурент и кандидат. Когда я смотрела новости из России на эту тему, ну, в основном, это, конечно же, независимые какие-то СМИ, эту тему немножко совещали, естественно, не федеральные, потому что его сразу же ассоциируются в России с Навальным. Это не так, на самом деле, это вообще не тот кандидат, это не про это, это вообще другая история. Здесь стамбульским мэром он стал. По сути, и вся, собственно, схожесть, да, и немножко другие у них и взгляды, это более демократичный здесь представитель, не такие радикальные взгляды, как у Навального. То есть, условно-то, это разные, на самом деле, герои, не надо отождествлять, что это турецкий Навальный. Хотя очень многие СМИ, русскоязычные всякие, из разных стран наших СНГ, именно так почему-то его и представляют. На самом деле, не так это. Так вот, когда вынесли этот приговор, просто в тот же день начались тысячные митинги протестов в Стамбуле, не по всей стране, а в Стамбуле. Естественно, это инсценировали партия оппозиционная, они, как говорили, это официально заявляли, выходите на протесты, им согласовали, кстати, тут же эти протесты. Тысячные протесты были, ну, порядка, там, говорят, до 10 тысяч человек, но не подсчитано, естественно. Но кадры, конечно, впечатляющие, очень много было людей. Те, кто побоялся или не захотелось, кстати, полиция там что-то не разгоняла, это были согласованы абсолютно митинги, вышли все оппозиционеры, выступали и так далее. Это очень транслировалось по телевидению, все телевидения и телевизионные каналы были перекрыты, это было все онлайн, и все практически просто страна замерла в тот момент, и смотрели все вот этот митинг, оппозиция, что говорят и так далее. Потому что общество конкретно расколоно на две части, 50% за ведущую партию, 50% за демократов и оппозицию. Неудивительно. И почему я-то хочу отметить события? Вот в политической жизни это очень важное событие, что произошло. Он планирует подавать, естественно, апелляцию, и пока будет идти судебная тяжба по апелляции, он еще тогда по срокам попадает под кандидата в президент, он может участвовать в выборах. Но буквально вчера я уже видела информацию, вот новостное агентство, точно не помню какое, выступил главный прокурор, но официальный как бы, да, он представитель, да, но не окончательное решение с предположением, типа, его точки зрения, что, скорее всего, никаких опровержений, касаться, да, это называется, не получится у него, потому что это решение судебное государственным органам, в общем, типа, короче, закон, ничего не знаем, пересматривать, но, скорее всего, не будем, так что не надейтесь. Очень интересно, как будет эта история разворачиваться, точнее, реакция людей на это. Почему это интересно? Потому что я вам сразу говорю, вот сейчас идут панчи конкретные, они рубятся, я вам так говорю, как есть, то, что я здесь наблюдаю. Всякие вопросики, претензии тут совершенно не все это очень поддерживают, есть определенная критика, критическое какое-то мышление у людей. Так вот, вот эти панчи друг к другу, сначала, помните, в прошлых новостях я рассказывала, была оппозиция, там, давление, вытянули скандал, грязная бельишка про свадьбу в 6 лет, религиозная тема, кстати, этого жениха и отца родителей, вроде даже мать, но отца точно, этой девочки, которая пострадала, их арестовали, их фотографии с замаженными лицами в интернете, появились, идет реально расследование, то есть будет наказание. Мне там писала одна девушка в комментариях, перед тем, как новости читать, посмотрите, правда или нет, это уже все о проверке, это был фейк. Ну, к сожалению, да, очень многие хотят, чтобы это был фейк, но, к сожалению, это не фейк. Я сама хотела, чтобы это был фейк, и ребенок 6-летний не страдал, и многие другие дети. Но, простите, имеем, что имеем, ничего не изменилось с того момента. Новости у нас вот такие, не суперутешительные, да. И вот сейчас вот эта история с мэром и судом, это ответ, это ответный панч. Ждем сейчас, что другое будет. Буквально каждую неделю происходят подобные какие-то весомые события в политической жизни. Люди это все обсуждают в обществе, и эта тема, вот что сейчас конкретно беспокоит турок, интересует именно вот это. Плюс еще Новый год. Как не крутите в этом году, многие мне тоже в интернете писали, что вот, типа, приехали иностранцы, турки быстро переключились, и начался у вас Новый год. Да нет, блин, Новый год это всегда маркетинг. Еще лет 5 назад снимала видео о том, что здесь Новый год есть, его отмечают, очень любят, дарят подарки, скупают подарки перед Новым годом. Здесь также 30-31 выносят продуктовые магазины тележками, там рубают всякие салатики, всякое такое. Ну, у них немножко другая культура, но салатики тоже едят, короче. Рус салатасы, например, есть русский салат у них, или American Saltas, американский салат. Ну, короче говоря, отмечают, это повод праздника, и очень видно, что общество было накалено, очень устали и от пандемии до этого, очень устали от инфляции, роста цены, всего-всего-всего, но прям видно, что люди хотят отметить, хотят повеселиться немножко какого-то праздника, людям хочется, потому что покупают, да, подарки всякие, украшают очень много. В этом году прям в разы больше украшений, гирлянд, декораций каких-то, именно вот по Стамбулу, если мы берем. Это привлекает людей, люди готовы за это платить, потому что праздника просто хочется. Чего я вам и всем желаю. Вот такие новости Турции на данный момент у нас здесь происходят. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях. Я напомню, что я психолог, если вам нужна психологическая консультация, или какие-то вопросы переезда вас интересуют, вы можете написать мне в инфобоксе, остается моя почта, написать мне на почту запрос, консультация. Мы с вами встретимся в скайпе. Спасибо за внимание. Ставьте обязательно лайки, или можете написать комментарий в поддержку канала. Спасибо, всем пока.